Во-первых, возьмите еду, вот там она стоит, ланчбокс, приятного всем аппетита, вы можете пить и есть, и все будет нормально. Речь пойдет о рецидивах и резистентах форм лимфомы Хочкина. Достижения за последние годы действительно очень большие, но тем не менее 20-30% пациентов мы не можем излечить сразу, они либо первично резистентны, либо рецидивируют и в рецидиве становятся вторично резистентными, но тем не менее все успехи в лечении лимфом Хочкина связаны так или иначе были до последнего времени с химиотерапией. Она немножко видоизменялась, но вот когда ее совсем не было, пациенты погибали, потом появилась лучевая терапия, какое-то количество пациентов с локальными стадиями стали выживать, но только полихимиотерапия начала приводить к излечению этих пациентов. И вот уже появилась терапия моноклональными антителами для беклеточных лимфом, там мило пролиферации кое-что появилось, а для лимфома Хочкина ничего кроме тяжелой химиотерапии у пациентов с рецидивами мы предложить не могли. И, к счастью, таких пациентов все-таки меньшинство, их там 30, может быть, чуть больше процентов. Но вот эта проблема резистентности и к химиотерапии очень актуальна, она вообще актуальна в гематологии и в онкологии, и актуальна при лимфоме Хочкина, потому что она развивается, как правило, не к одному препарату, а сразу к нескольким. И как бы мы ни меняли режимы химиотерапии, толку, собственно, большого нет. И здесь встает вопрос, что такое резистентность, когда мы ее можем заподозрить, является ли это биологическим свойством лимфомы Хочкина вот у данного конкретного человека, или это развивается постепенно во время течения заболевания. Вообще залог успеха лечения лимфомы Хочкина и, наверное, любого заболевания лежит сразу, в начале заболевания, в первой линии терапии. Нужно, очень важно, чтобы исходно пациент получил адекватную, хорошую терапию. Для лимфомы Хочкина мы предлагаем два варианта лечения, АБВД или биокоп, мир раскололся пополам. Но, поскольку пациенты молодые, всегда нужно иметь в виду еще токсичность этих препаратов, возможность в будущем иметь детей. Сможет ли этот пациент на данном режиме соблюдать тайминг, соблюдать дозу? Важно очень контролировать процесс лечения. Что лучше, АБВД или биокоп? Ну, для каких-то локальных стадий здесь, наверное, мнение единое во всем мире, это АБВД как менее токсичная схема. А вот, что касается распространенных стадий, начиная со 2-й, 3-й и 4-й стадий, здесь мнения могут быть разные. Посмотрите, пожалуйста, на эти кривые. Это статья достаточно свежая, она вот, вот, 11-й год. Результаты на терапии биокоп в целом лучше или имеют какую-то небольшую тенденцию к улучшению, чем на АБВД. Но разница не столь значительна. Мы излечиваем пациентов на АБВД 73%, да, и 85% на биокопе. Далее, если мы посмотрим, у нас получается, что таким образом на биокопе мы, пациенты, которые получают биокоп в первой линии, 73% перелечены. Почему такая большая цифра? Потому что именно 73% излечиваются на АБВД. Значит, если бы эти пациенты, которые получили биокоп, на самом деле получили АБВД, то они получили бы меньшую токсичность. Но 15% потом все равно прогрессируют, значит, они получили недостаточную терапию. И в 2 раза больше практически пациентов прогрессируют, если они получили АБВД. Но не так все просто. Пациенты, которые спрогрессировали, потом получат вторую линию терапии. А вторая линия терапии – это уже большая химиотерапевтическая нагрузка. И это высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией. Таким образом, следует еще учесть, что дальнейшая терапия потребуется одному из 8 пациентов, которые получили АБВД. То есть бы и были недолечены. Ну, например, это могут быть фосфамицодержащие схемы, потом трансляционный режим БИМ или какие-то платиносодержащие. И здесь смерть от острой токсичности в этой группе может наступить в 3% случаев. Стерильность. И вторые опухоли, на которых, ну так, среднестатистически, приходится еще 9%. Поскольку в группе БИОКОП только 15% недолечены, значит, вот этих тяжелых осложнений, соответственно, тоже будет на кругу в 2 раза меньше. Таким образом, ответа как не было, так и нет. Что же все-таки лучше для распространенной стадии в первой линии? Но понятно, что всем хочется, нормальным докторам и пациентам, уменьшить токсичность и в первой линии, и во второй, и так далее. Каким образом это можно сделать? Прошла первая фаза клинического исследования, где к стандартной схеме АБВД в первой линии был добавлен препарат брентуксимаб. И его сравнили со схемой АБВД плюс брентуксимаб. Но в результате получилось, что схема АБВД плюс брентуксимаб оказалась все же достаточно токсичной. Это лечение было прекращено. И сейчас идет другая схема, где АБВД стандартная, к которой мы привыкли, сравнивается с АБВД плюс брентуксимаб. Это вторая фаза клинического исследования. Мы тоже участвуем. И Институт онкологии, где работает Сергей Михайлович, наш председатель, тоже набрал, наверное, больше всех в мире пациентов в этом исследовании. Но пока исследование не закончено, поэтому мы не можем сказать окончательные его результаты. Но, наверное, скоро узнаем. То есть я привела этот пример к тому, что существует желание даже в первой линии, с одной стороны, усилить эффективность, увеличить ее и уменьшить токсичность. Получится это или нет, я думаю, что мы уже совсем-совсем скоро узнаем. Пятилетняя выживаемость без прогрессирования при лимфоме Хочкина составляет примерно 75%. Я уже говорила про это. И остальные пациенты – это кандидаты на высокодозную химиотерапию, на аутотрансплантацию, которая в среднем позволяет излечить еще 50% пациентов. Стандартом это стало очень давно, еще в 2002 году было показано, что пациенты, получающие высокодозную химиотерапию в случае неудачи первой линии терапии, имеют явное преимущество по сравнению с пациентами, которые лечатся просто второй линией терапии без трансплантации. Что мы используем для подготовки пациентов к трансплантации? Циторедуктивные схемы. Они здесь перечислены, они все хорошие, но они все токсичные, без исключения. Где-то чуть больше полных ремиссий, где-то чуть меньше, но не в этом суть, они все токсичны. Поэтому, естественно, когда сейчас появился новый препарат, встает вопрос, нельзя ли как-то и вторую линию терапии видоизменить. Ну вот у нас уже много достаточно лет используется препарат бендамустин, и с помощью этого препарата по нескольким исследованиям получается, что в половине случаев нам удается получить ответ. Но вы видите, кривые выживаемости, это очень короткий ответ, и это не выход из положения. Может ли нам помочь здесь брентуксимаб? Похоже, что может, потому что результаты на терапии брентуксимабом достаточно хорошие, особенно когда они сочетаются еще с химиотерапией. Если брентуксимаб используются в монотерапии, вместо второй линии терапии, то общий ответ будет 68%, с полным ответом 35%. То есть практически то же самое, что мы имеем сейчас на второй линии терапии. Препарат не токсичен, не влияет на мобилизацию. Это лечение может быть усилено бендамустином. Мы можем использовать сочетание брентуксимаба с бендамустином. И мы это используем, и, наверное, все сидящие в этой клинике тоже пытаются использовать это все. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но здесь общий ответ уже 93%, с полным ответом 74%. И, конечно, подойти к ауто-трансплантации с такими хорошими результатами хотелось бы, наверное, всем. Потому что чем меньше опухоль на момент аутологичной трансплантации, высокодозной химиотерапии, тем лучше в последующем результат. Как еще мы можем улучшить результаты? Мы можем учитывать в некоторой степени данные ПЭД перед ауто-трансплантацией. Ну вот у нас наш аспирант, молодой доктор, получил такие данные, что на самом деле, может быть, ПЭД перед ауто-трансплантацией не так и важна. Но очень важна ПЭД после ауто-трансплантации. Если пациент остается ПЭД-позитивным после ауто-трансплантации, то здесь результаты в два раза хуже, чем у всей остальной группы пациентов. Режимы кондиционирования. Та же тенденция. Пока нет работ, где бы, ну я не нашла, может, есть клинические исследования, где брентуксимаб включался бы в режимы кондиционирования. Но есть другой способ уменьшить токсичность этого режима, заменить БЦНУ, который, кстати, не всегда есть и доступен, на бендамустин. Таким образом мы можем делать пациентам трансплантацию, у которых проблемы с почками, повышен креатинин или вообще одна почка. Переносится достаточно хорошо этот режим. Мы его тоже используем, довольны полученными нами результатами, которые вы видите. В целом, на круг, по нашим данным, в 50% случаев мы получаем достаточно длительные и стабильные ремиссии после ауто-трансплантации у пациентов. Естественно, результаты лучше, там, где это был поздний рецидив, или это была частичная или полная ремиссия на момент ауто-трансплантации. Там, где была прогрессирование или стабилизация, это очень проблемная группа. И вот что делать с этими пациентами до последнего времени, собственно, ничего мы с ними сделать не могли. Чтобы улучшить результаты, мы можем, сейчас уже понятно, что мы можем добавить препарат бринтоксимаб, ведатин, как консолидирующую терапию, ну, по аналогии влияния на остаточную минимальную болезнь, например, при хронических милопролеперативных заболеваниях или острых лейкозах. Точно так же предполагается, что после высокодозной химиотерапии у лимфом Хочкина, у больных с лимфом Хочкиной тоже остается какая-то минимальная остаточная болезнь. Но клеток очень мало у пули, мы не видим ни методом ПЭТ иногда, ни методами, другими методами визуализации. И вот с помощью консолидирующей терапии бринтоксимабом после аутотрансплантации, если у пациента был высокий риск рецидива, который был определён ещё до аутотрансплантации, вот бринтоксимаб, вы видите, даёт преимущество этим пациентам. Исследование АТР практически закончено, первые результаты уже опубликованы. В дальнейшем будет ещё более детальный анализ, потому что последние данные про пациентов тоже участвовали в этом исследовании. Вот они сейчас как раз собираются для того, чтобы сделать, видимо, может быть, какое-то ещё более глубокое исследование этой проблемы. Таким образом, бринтоксимаб можно использовать пока с вопросом, может быть, можно будет использовать в первой линии терапии. Несомненно, его можно использовать для подготовки к аутотрансплантации. Но здесь стоит финансовый вопрос. Возможно, это дорогой препарат, может быть, не всем пациентам мы сможем его использовать, потому что дорого. Консолидация после аутотрансплантации уже доказана клиническими исследованиями, что имеет преимущество. Если случается всё-таки рецидив, если он происходит после аутотрансплантации, будет судьба пациентов. Причём практически независимо от того, в каком году они лечились, после 2000-х до 1990-го года в промежутках, результаты одинаково печальны, одинаково плохи. Более свежая работа говорит о том, что трёхлетняя выживаемость равняется 39 медиана и 29, соответственно, пятилетняя. Не очень хорошие результаты. Что же делать с этими пациентами, у которых аутотрансплантация не была им показана из-за их резистентности к химиотерапии? Или, может быть, лицам старшего возраста, которым невозможно было провести аутотрансплантацию? Или, если у нас пациенты с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями? И здесь мы тоже можем использовать брентуксима. Первое базисное исследование было опубликовано в 2013 году, в 2012 году первые работы, в 2015 году оно было обновлено. Анас Йонас, один из авторов этих статей, приезжал сравнительно недавно к нам в клинику, читал лекции. Таким образом, мы смогли увидеть воочию человека, который был причастен к самому первому исследованию препарата брентуксимаба «Видатин». Он организовал клиническое исследование, там участвовали 102 человека, практически все они были с рецидивами после аутотрансплантации. Вот характеристика этих пациентов в этом первом исследовании. Тяжело предлеченные больные, 71% имел рецидив в течение первого года после аутотрансплантации. Что еще тут хорошо можно ответить? Была резистентность к большинству режимов терапии у 42%, резистентность к первой линии терапии у 71%. А вот 95 человек, сейчас у нас уже больше немножечко, но здесь данные 95 пациентов приведены. Это наши результаты. Наша группа пациентов была более тяжелая, чем у Анаса Йонаса. Вначале потому, что количество предшествующих линий терапии у нас было практически 6. В среднем мы использовали меньшее количество курсов брентуксимаба «Видатина» 6. Но частота ответа всего у нас была 73%. У третьих получили полный ответ, у третьих частичный. И остальные пациенты не достигли желаемого результата. Обратите внимание, пожалуйста, на последнюю строчку. Это цикл, на котором зафиксирован наилучший ответ. От 2 до 6 циклов. В этом промежутке времени мы фиксировали наилучший ответ. Там частичный или полный ответ. Почему от 2 до 6? Ну, во-первых, пациенты делали КТ либо после второго курса, либо после третьего, либо четвертого. Поэтому у нас так и получилось. Но клинически ответ наступает очень быстро. Обычно уже на первом цикле терапии, если ответ дальше будет, у большинства пациентов мы уже видим ответ в виде прекращения бы симптомов, например, прекращения кожного зуда, если он был. Но в среднем у нас получилось, что наилучший ответ после четвертого цикла терапии. Общая выживаемость пациентов с рецидивами резидентным течением на терапии брентуксимабом. По всей группе 95 человек у нас было. Вот наша выживаемость. Примерно 50%. Вот выживаемость, которую предоставил в базовом исследовании Анна Сьёнас и другие его коллеги, которые участвовали в этом исследовании. Они практически идентичны. Они сливаются. То есть наша группа, хотя она оказалась более тяжелая, чем у наших западных коллег, но хорошие результаты говорят о том, что это очень сильный препарат. Суть его в том, что он таргетно только к CD30 позитивным клеткам доставляет очень сильный цитостатик яд. И он действует только внутри этой клетки, на которой есть CD30 позитивные рецепторы на поверхности мембраны. Бессобытийная выживаемость хуже. И это нас, естественно, расстраивает. Но посмотрите, наши данные сопоставимы с мировыми данными. То же самое, примерно 25%, что у нас, что по первому клиническому исследованию. Это говорит о том, что очевидно, в какой-то группе пациентов, примерно 20-25%, может быть, достаточно терапии брентоксимабом во второй линии, в более поздних линиях терапии, после аутотрасплантации. Может быть, они будут вылечены. Но остальные пациенты будут прогрессировать, и нужно предпринимать что-то дальше. И вот это что-то дальше, это аллогенная трансплантация, но про это говорил Борис Владимирович. Поэтому я об этом говорить не буду, но у меня будет кейс-презентейшн, где я расскажу об аллогенной трансплантации и брентоксимабе. Вообще, по всему миру проходила большая программа. Patient Named Patient Program. Она была и в Германии, и в Италии, в разных странах. Она была во Франции. И там 240 пациентов было набрано в 89 центрах на самом деле. Заметьте, у нас без этой программы, путем сбора денег благотворительными компаниями, усилиями некоторых, особенно отдельно взятых сотрудников нашего центра, которые ездили в Москву, получали разрешение и так далее, и, конечно, благотворительных организаций, было собрано уже больше 100 человек на сегодняшний момент. Вот результаты, которые были получены нашими французскими коллегами. Если вы вспомните наши данные и данные Анныса и Йонаса, такие же кривые. 50%, около 20% безрецидивная выживаемость. И пациенты, которые получили какой-либо вид трансплантации после терапии брентоксимабом, после терапии брентоксимабом, это я хочу нажать сюда, вот сюда, вот, какой-либо вид трансплантации, ауто или алла, имели явные преимущества по сравнению с теми, у которых трансплантация не была сделана. Это говорит о том, что брентоксимаб – отличный препарат, который изменил судьбу пациентов, и он является хорошим мостиком к дальнейшей терапии, не связанной уже с химиотерапией в основном, а связанной с какими-то с иммунотерапией, с иммуноадаптивной терапией, с аллогенной трансплантацией костного мозга в частности. Я сказала уже, что препарат хорошо переносится и действует только на CD30-позитивные клетки, и яд проникает внутрь клетки и разрушает ее изнутри. Но, наверное, не совсем все так однозначно, потому что все-таки побочные эффекты имеются у препарата. В основном это периферическая нейропатия. Из всей вот этой массы 95 пациентов, которые здесь были представлены в нашем исследовании, только у двух пациентов мы видели действительно значимую тяжелую полинейропатию, когда пациенты ходили с палочкой после лечения брентоксимаба. В этом случае препарат уменьшается дозой или он отменяется. Все больше каких-то значимых нейропатий не было. Все это остается даже легче, чем полинейропатия, которая развивается в ответ на применение. Велькейда или длительного венбластина и так далее. В мире описаны еще случаи панкреатитов тяжелых, буквально несколько единичных случаев, меньше десятка, и лейкоэнцефалопатии тоже меньше пяти случаев описаны. Таким образом, мы получили новый препарат, получили мы его в феврале 2016 года, он зарегистрирован в России, и, насколько я понимаю, он вот-вот с месяца на месяц появится уже в аптеках, мы сможем его использовать. Зарегистрирован в настоящий момент он для лечения пациентов с лимфомой Кочкина после неудачи аутотрансплантации, или каких-либо двух режимов полихимиотерапии, если пациент по каким-то любым причинам не являлся кандидатом на аутотрансплантацию, в том числе и резистентность к химиотерапии. И лечение пациентов с системной токлеточной анапластической лимфомой после неудачи уже первой линии терапии мы можем использовать бринтоксимаб, это является официальным показанием. Ну, выводы, они очевидны. Хороший препарат в сочетании с другими препаратами дает еще больше эффект, и аутотрансплантация, высокодозная химиотерапия может быть улучшена с помощью бринтоксимаба, и сочетание бринтоксимаба с другими препаратами сейчас активно изучается, особенно вот добавление бринтоксимаба ко второй линии терапии. Сейчас проходит более 300 клинических исследований по всему миру бринтоксимаба. В основном, преимущественно, это сочетание бринтоксимаба с другими препаратами. Ну, и через какое-то время мы узнаем результаты и наилучшие сочетания. Хочу поблагодарить всех моих коллег, кто помогал обрабатывать материал. Особая благодарность Алянскому Александру Леонидовичу, благодаря которому мы смогли, собственно, и осуществить вот эту нашу программу, потому что от него зависело получение разрешений, печати и так далее, и поездки в Министерство здравоохранения. Спасибо вам за внимание. Наталья Борисовна, спасибо большое. Я думаю, у нас есть время задать вопросы. Мне кажется, что затронутые проблемы в этом докладе нуждаются в обсуждении. Пожалуйста, Николай Васильевич. Наталья Борисовна, медиана длительность ответа от бринтоксимаба датина 10 месяцев, но это пока 10 месяцев, так и полагаю, да? Это данные ваши или данные общие-общие, так сказать? Общие 10 месяцев у нас 7 с небольшим месяцев наши данные. Я думаю, что в будущем, может быть, эта цифра немножечко увеличится, но вот эта цифра 7 месяцев, 7-10 месяцев, говорит о том, что в этот промежуток времени, если речь идет в дальнейшем об аллогенной трансплантации у молодого человека, нам нужно как-то найти донора для того, чтобы обеспечить эту трансплантацию, да? Что у 50% пациентов у нас есть вот это время, а у других 50% его уже нет. То есть на самом деле нам надо быстрее шевелиться с поиском донора в этих ситуациях. Поэтому идет речь о гаплотрасплантации у некоторых больных. Наталья Борисовна, ну мы вместе работаем, поэтому я, в общем-то, знаю ваши взгляды и так далее. Но тем не менее, так сказать, при всем честном народе, вот мы используем брентоксимапидатин у больных и получаем ремиссию, получаем ПЭТ-негативный статус. С одной стороны, мы знаем, что участие больных – это ремиссия не очень продолжительная. А с другой, участие больных, она может быть продолжительная. И всегда ты испытываешь затруднения, особенно при дефиците финансирования. А поиск донора, если его нету на нашем регистре, стоит теперь в рублях около 2 миллионов. И чувствуешь себя очень неуютно, когда ты решаешь вопрос, начинать поиск донора или не начинать поиск донора. Конечно, существуют какие-то такие факторы, которые помогают тебе, а иногда просто даже чисто интуитивно, если можно так сказать. Но вот для меня большая эта проблема, потому что больные идут потоком. И зная бедность и сложность финансирования поиска донора, я вот испытываю затруднения. Кому сказать, кому и не говорить. Когда ты реально надеешься на длительную ремиссию, а может быть излечение, а когда ты понимаешь, что брентоксимап, как сейчас говорят, это мост, бридж к трансплантации костного мозга. Вот что вы ощущаете, когда принимаете решение? Значит, получается, что приблизительно 20-25%, по разным авторам, по разному, у нас около 25%, возможно, будут излечены брентоксимапом. Как правило, это пациенты, точно мы сказать, когда начинаем терапию брентоксимапа, не можем, в какую группу пациент подойдет. Но если ответ на брентоксимап наступает очень быстро, с первого-второго цикла мы получаем ПЭТ-негативный статус, но после первого мы ни у кого не делаем ПЭТ, после второго цикла уже делаем. И если он после второго цикла становится ПЭТ-негативным, мне кажется, у этого пациента больше шансов, что ремиссия на брентоксимапе будет длительная. И даже если он не будет излечен, но эта ремиссия продлится, ну, там, несколько лет, это уже повод, чтобы отложить аллогенную трансплантацию на эти несколько лет, не рисковать, потому что это рискованный метод терапии. Если опухолевая масса исходно была маленькая, то у этих пациентов более вероятно мы получим длительный ответ на брентоксимапе, чем у тех, у кого опухолевая масса огромная на момент рецидива и начала терапии брентоксимапом. Ну, больше всего, мне кажется, вот то, что мы сейчас видели у наших пациентов, это быстрый ответ на брентоксимап и полный. Вот если у нас лучший ответ, частичная ремиссия, которая достигнута к четвертому или к шестому циклу, наверняка будет у него быстрый рецидив заболеваний. Наверное, здесь надо, я бы обратила больше внимания на гаплотрасплантации. У многих все-таки есть сиблинги, которые не полностью совместимы, а наполовину совместимы. Спасибо, Наталья Борисовна. Марина Олеговна, пожалуйста. Да, брентоксимап используется повторно, при этом он дает снова хорошие результаты, и этим отличается от химиотерапии, например, которая при повторном использовании обычно не дает хороших результатов. Вот здесь можно получить снова полные или частичные ответы при повторном использовании. У нас такие пациенты есть. Более того, после аллогенной трансплантации мы повторно используем брентоксимап, если не получаем полного ответа или происходит рецидив после аллогенной трансплантации. Таких пациентов Борис Владимирович показывал этот график, у нас их было 13 после аллогенной трансплантации. И очень часто при повторном применении мы используем брентоксимап вместе с бендомустином, ну, чтобы усилить ответ. Надеемся, что это будет лучше, чем в монорежиме. Обычно получаем ответ, не всегда полный, но какой-то ответ получаем в большинстве больных. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста, Игорь Иванович. Наталья Байсовна, а вот в такой клинической ситуации, если пациент получал брентоксимап в первой линии, комбинированное лечение, АВД плюс брентоксимап, и на этом фоне не удалось добиться полного ответа, но удалось добиться его после высокодозной терапии, Ваше мнение, есть ли целесообразность поддерживающей терапии брентоксимапом? Я думаю, что есть. Это, как бы, я бы сказала, правильно не поддерживающая, а консолидирующая терапия. В этом случае, который Вы привели пример, брентоксимап начинает работать на маленькой опухолевой массе. Исходно он мог не привести к желаемому результату, потому что Ваши пациенты имели слишком большую опухолевую массу, и только после аутотрансплантации Вам удалось достичь эффекта. Но там, наверное, остались еще лимфомные клетки, и вот когда любая терапия, иммунотерапия лучше работает на небольшом объеме. Поэтому мне кажется, что консолидирующая терапия, это как лечение остаточной минимальной болезни, мне кажется, она должна быть перспективной. Николай Иванович, пожалуйста. С этим вопросом, ответом, а есть ли действительно такие необходимые статусы, которые следуют, когда АПВ-схема присоединяется к предпринимателю, а в оборот, первичное лечение, в том числе, в аптексте должна работать на минимальной болезни, должно быть, как живая терапия, это вот, на том числе. Есть вообще обоснования онкологических, как бы, как вы думаете? В смысле? Мне кажется, что в первую... Я понимаю. Вот я просто убеждена, что в первую линию все пациенты, независимо от диагноза, должны получить самые лучшие современные препараты. Все самое лучшее, что есть, должно быть брошено на первую линию терапии. Ну, не всегда это возможно, потому что это либо нет препарата, либо нет денег, либо там еще какие-то у нас препятствия. Но вот теоретически, мне кажется, это так. Потому что тогда есть шанс, что не потребуется ни вторая линия, ни третья линия, ни четвертая. Потому что лучшими препаратами пациент будет излечен сразу. Николай Васильевич, я, в принципе, согласен с Натальей Борисовной, но мы должны подождать еще результатов исследования по использованию брентуксимаб-ведатина в качестве первой линии терапии. Идет там во многих странах. И я не знаю, может быть, представители компании это лучше знают. Скоро эти данные будут обнародованы. Но, в принципе, конечно, кроме того, надо учитывать следующее. Мы меняем блеомицин на брентуксимаб. А блеомицин, вот знаете, сколько я десятилетия этот блеомицин использую, у меня всегда было к нему предубеждение. Вот препарат несимпатичный такой. И я бы его с удовольствием. Более того, мне кажется, если у тебя нет брентуксимаба, я под вопрос ставил вообще использование блеомицин. Понимаете? Да, и есть такие исследования, якобы мы ничего не теряем. Пожалуйста, коллегия, а можно я спрошу? Вот я не знаю, кто из Петербурга, кто из каких городов. Скажите, пожалуйста, просто вот в других регионах, Сибирь, там, Центральная Россия, если есть доктора, вы брентуксимабом пользуетесь? Вот, дама, вот вы, коллега, пользуетесь? А вы не из России? А вы откуда? А? Ну, у вас другая ситуация. У вас, наверное, он уже просто давно, да? Да, подтвержден, утвержден, и относительно недавно, да? Вот, ну, да, пожалуйста, микрофон. Но вот в России, вы видите, у нас еще только-только зарегистрировано, и нам пришлось что-то предпринимать. Ну, а какое у вас впечатление первое? Ну, мы в своем центре его достаточно мало еще использовали. В основном это при Т-клеточных лимфомах CD30-позитивные рецидивы. Рецидивы. Вы из Тарту или из Сталина? Сталина. А у вас проводится ауто-трансплантация этим больным? В Сталине делается только ауто. Только ауто, да. То есть больным с лимфомой Ходжкина, у которых там, ну, допустим, были рецидивы, но вот эти международные показания вы широко используете, ауто-трансплантация, да? Спасибо вам большое за справку. Пожалуйста. Вы хотели что сказать? Вы показываете на часы? Нет. Вы показываете на часы? Нет. Если что, да. Так, пожалуйста, еще там, кто из других регионов России или из других стран, пожалуйста. В Москве достаточно много используют брендоксимат, но также в основном по благотворительным программам получают, так же, как и Петербург. И больше всего дети, естественно, детские центры, но взрослые тоже получают в комбинации с бендом Устином. То, о чем как раз рассказывали сейчас. Ну, дети, это естественно, поскольку на детей легче найти деньги. Нет, взрослые тоже получают. С лифомами. Взрослые тоже получают, но я надеюсь, сейчас мы все же получим финансирование достаточное, потому что препарат зарегистрирован. Я думаю, мы сейчас получим в неком объеме препарат и сможем выполнять. Ну, а первое впечатление Москвы, взгляд из Москвы. Ну, ответ быстро достаточно, в основном развивается. Главное, что то, о чем Анатолий Борисович говорит, что не сильно залеченные пациенты были, грубое немножко слово, но тем не менее характеризует ситуацию, что во второй-третьей линии достаточно хороший, быстрый ответ развивается в течение двух-трех курсов. Но у нас, знаете, какое ощущение? Но надо иметь план на будущее. Даже при использовании в качестве сельвич-терапии мы очень довольны при этом. Вот эта категория самая сложная. Мы сейчас работаем с ней, как с обычными больными. Пожалуйста, вопросы к Наталье Борисовне появились? Наталья Борисовна, спасибо большое. Спасибо.